Моё имя Старшинин Даниил Юрьевич. Я преподаватель фортепиано Камско-Устинской детской музыкальной школы и композитор. Стаж педагогической работы 15 лет. Это будет обращение и пожелание молодым специалистам, музыкантам, которые только ещё начинают свой педагогический путь или находятся в раздумьях. Возьму на себя роль психолога. Поговорим о том, какие страхи может испытывать молодой специалист при выборе профессии преподавателя музыки. Вас пугает работа с детьми? Я как мужчина вас в этом очень хорошо понимаю, поскольку не каждый музыкант, а тем более мужчина, готов передавать свои знания, умения и навыки маленьким и очень маленьким детишкам. У вас большие амбиции? Вы профессиональный музыкант, исполнитель. Это касается выпускников в консерватории, у которых были большие планы на будущее. И работа в какой-то там музыкальной школе – это для них самое дно, в котором они будут прозябать всю оставшуюся жизнь. Вы знаете о том, что учитель – это не та профессия, за которую сулят золотые горы. Вас одолевают страхи того, что вы станете заложником рутинной жизни, которая отнимет у вас и семью, и любимые занятия. Так вот, ваши опасения не без основания. Но постепенно приоритеты начнут меняться. Амбиции с годами будут перетекать в радость от созидания. И осознание этого придет тогда, когда ваш ученик пройдет с первого по седьмой класс. И вы сами увидите результат своего многолетнего труда. Это именно то, что вы сотворите своими собственными руками. Конечно, не стоит ждать какой-то благодарности от детей. Да и это и не самое главное. Постепенно вы начнете понимать, что любой ребенок, он даст фору в общении со взрослым человеком. Почему? Да потому что дети намного чище. Они всегда откровенны. И поскольку наша профессия построена на индивидуальном обучении, то общение с ребенком вызывает всегда неподдельный интерес. Что касается финансов, а кому их хватает? И если вы хотите, чтобы они у вас не запели романсы, то количество учеников должно быть как минимум двузначным. Рутиной может стать любая работа, абсолютно любая. Но с детьми нельзя оставаться одинаковым, потому что им станет сразу с вами скучно. И приходится креативить, применять творческий подход. А если ты находишься в постоянном творчестве, то работа не может быть неинтересной. А иногда перетекает и в хобби. Что же касается конкретно меня, то я дополнил работу с детьми своим любимым занятием – сочинением музыки. И для меня работа и хобби слились воедино. Это крайне редкое, но очень интересное сочетание. Многие люди по прошествии некоторого времени оглядываются на выбранный ими путь, размышляют по поводу выбранной ими профессии. Одни утверждают, что их работа самая интересная, у других она высокооплачиваемая, у некоторых чрезвычайно творческая, а для других она очень опасная, но при этом вызывает массу адреналина. Что же касается преподавания в музыкальной школе, это как минимум приятно. Это место для творчества, для со-творчества с детьми и со своими коллегами. Это профессия только для добрых людей, где нет места негативу и всяким мерзостям, которых хватает в нашем современном мире. Я не фанатик, но, объективно говоря, профессия учителя музыки – это мое призвание. И я пожелаю молодым музыкантам осознанно выбрать свой путь, выбрать профессию, эту профессию, потому что она того стоит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...